Теперь обратимся к другому вопросу. Периферийное зрение. Периферийное зрение позволяет нам одновременно видеть несколько вещей. Его еще называют боковым зрением. Все начинающие хоккеисты слышали, как тренер кричит на тренировках «Не опускай голову!». Однако это не значит, что нужно все время кататься с поднятой головой. Но и смотреть только вниз тоже нельзя. Игрок должен смотреть под небольшим углом на 15-20 футов, 4-6 метров перед собой. При таком обзоре он может хорошо разглядеть цвет хоккейных трусов и гамашей других игроков и определить, где свои, а где противники. Повторюсь, не нужно кататься с поднятой головой, потому что так вы не увидите шайбу. И не нужно опускать голову вниз, потому что так вы не увидите других игроков. Во время катания нужно смотреть под углом. Это позволяет все время следить за шайбой боковым зрением. Во время дрифлинга мы смотрим вперед на 15-20 футов, 4-6 метров, и следим за шайбой боковым зрением. Доверяйте своим ощущениям. Используйте периферийное зрение для контроля шайбы. Вы должны чувствовать шайбу во время видения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...